Но проблема лесных пожаров на самом деле не в коррупции. Другое дело, что Владимир Владимирович Путин свои ошибки не признает. И то, что лесной кодекс – это не только преступление, но еще и просто ошибка, признать достаточно тяжелым. Экономический спад 5-7%, ребята, это то, за что нужно ордена давать, кроме шуток. Мы пошли навстречу, отменили федеральный закон, понимаете, для отрасли. Я не мог себе такое вообразить, но это сделано. То есть есть отдельные достижения, но они именно отдельные. Собянин говорит, у нас инфляция, потому что мало гастарбайтеров. Понимаете, безработицы – это же люди, которые активно ищут работу. У нас очень многие перестали искать работу. Они живут за счет пенсии родителей, это очень распространенное явление сейчас. Каждый рубль идет либо в создание рабочих мест в реальном секторе, либо в финансовой спекуляции. Когда вы платите кому-то зарплату, вы совершаете преступление против экономического руководства России. Вечная задача – высосать деньги из страны в бюджет. Ничего при этом не делают. Для этого нужна девальвация. Власть не готова гарантировать людям право на жизнь. Но власть понимает, что те подачки, которые она делала в прошлый год, будут недостаточными. И придется увеличивать их масштабы, и, может быть, даже делать их регулярно. А вот лесные пожары. Конкретная проблема. Проблема касается и экологии, и здоровья людей, которые дышат дымом. Касается и потери лесного фонда наших ресурсов. Сразу давайте оговорчики. Люди, которые дышат дымом, для российской власти, по моим представлениям, людьми не являются. Если бы они были людьми, тогда самолеты гасили бы все пожары в Якутии, а не две трети в Турции и треть в Якутии. И там пополам на пополам. Вот об этом я и хочу с вами поговорить. Как так вообще получилось? Леса не считаются нашими. Леса, если я правильно понимаю, считаются принадлежащими разного рода пильщикам и короедам, которые загоняют все это дело в Китай. На уровне внутреннем, ментальном подсознательном. Ну вот смотрите, например, сейчас по телеграммам распространяются такие аналитические записки по теме того, что, ну вы же видите, региональные власти не справляются, у них там коррупция. Придет какой-нибудь черный лесоруб, скажет, вот вам определенный там конвертик, все, пожалуйста, дружочек, пили, поджигай, что хочешь делай с этими лесами. Надо все эти полномочия передавать в Москву. Вот федеральный центр, он, конечно, куда как более ответственен, и все это разрулит, и никакой коррупции не будет. У меня возникает сразу вопрос. А Шойгу и Путин, которые отправляют сейчас технику тушить Турцию вместо Якутии, это что, не федеральный центр? Михаил Геннадьевич, что за бардак? В рамках людей, которые так мыслят, это не федеральность. Так. Я согласен с тем, что при передаче ответственности исключительно на федеральный уровень масштаба коррупции, конечно, снизится. Это правда. Но проблема лесных пожаров на самом деле не в коррупции. Да, конечно, лесные пожары используются для сокрытия черных лесосек. В близких городах, местах лесные пожары используются для расчистки места под застройку, для вывода земель из лесного хозяйства в категорию, на которой можно строить дома. Я это под Москвой вижу. Даже там, где у меня дача, я это вижу. Но главная причина – это лесной кодекс. Лесной кодекс, который уничтожил лесоохрану. Вот там, в Якутии, где пожары не тушат, потому что нерентабельно, по официальной формулировке. Правильно? Почему нерентабельно? Потому что там нет лесосек. Это лес, который находится далеко, и до него руки в ближайшие пять лет не дойдут точно. Поэтому одичайло считают, что тушить нерентабельно. Но раньше была лесоохрана. Раньше лесники были не везде, но во многих местах. И мелкие проблемы с браконьерами, с кострами, с ударами молний, они решали. И сейчас ситуация, когда у нас космическое наблюдение, когда у нас дроны есть. В общем-то, лесной пожар увидеть на стадии зарождения, прислать биоамфибию и вылить туда две тонны воды, на это все закончится, или сколько он там берет на год, это несложно. Но для этого нужна координация. Для этого нужно, чтобы этим занимались федеральные власти. Федеральные власти, как я сейчас понимаю, этим не занимаются, потому что это дело региональных властей. А где региональные власти, где космическое наблюдение. То есть это та ситуация, когда действительно проблема имеет управленческое решение даже в наших масштабах коррупции. Другое дело, что Владимир Владимирович Путин свои ошибки не признает. И то, что лесной кодекс – это не только преступление, но еще и просто ошибка, признать достаточно тяжело. А в чем там загвоздка коренная? В чем порочность лесного кодекса? Ликвидирована лесохрана. Она ликвидирована для того, чтобы черные лесорубы могли заниматься своим делом. Для того, чтобы лесные олигархи могли вывозить лес в Китай. А для этого они убрали этот пункт. Но они убрали этот пункт со всего леса, а не только с лесом, который подлежит промышленной разработке. Поэтому, что называется, украли на 10 рублей, а разрушили на 50. Окей. Хорошо. В это же время, когда у нас всевозможные проблемы, и не только с лесами, бравурные заявления о том, что российская экономика показала за это полугодие беспрецедентный рост. Что у нас прям ВВП растет, все растет, все просто шикарно. И вот давайте зачитаю прям цитату. Прирост ВВП к июню 2020 года составил 8,5%. По итогам второго квартала больше 10%, превысив на 1,5% аналогичный показатель до пандемии 2019 года. Выравниваются среднедушевые денежные доходы населения, превысив тоже уровень 2019 года. В том числе увеличилась оплата труда, социальные выплаты. Короче, все прекрасно. Михаил Геннадьевич, как вы оцените реальное положение в российской экономике? Наглая ложь всего, что вы сказали, только одна. Что выравниваются среднедушевые доходы населения. Действительно, поскольку деньги раздают в основном бедную, и берут деньги в основном бедную, то действительно несколько сократилось количество бедных, то есть нищих. И действительно, люди чуть подтянулись. Но это и с другой стороны бизнес разорился в среднем. Но отрыв от олигархов вырос качественно. Отрыв от просто обеспеченных людей вырос качественно. У нас утратилась из-за этого внутриобщественная коммуникация в первую очередь. То есть даже люди из верхов городского среднего класса перестали понимать о горожан из низов того же самого среднего класса, потому что они стали бедными. Вот этого не было до коронавируса. Они понимали друг друга. Сейчас перестали понимать. Вот вы сейчас сказали про QR-коды ресторана. Ну, вы знаете, в некоторых местах в Москве даже, знаете, сразу будет разговор. Что люди не могут себе обратить, что только ресторан, у них денег нет. Все остальное делается элементарно просто. Мы занижаем инфляцию, соответственно, завышаем все показатели роста. Ура-ура, можно отрапортовать на счастье. Каковы реальные оценки инфляции, по вашему мнению? Вы знаете, реальные оценки раза в три больше, чем... То есть не пять, а около пятнадцати. Около пятнадцати. На самом деле, вы будете смеяться, Банк России под руководством Набиулина считает эту самую инфляцию. Он ее называет инфляция по ощущениям. Ну, типа, у нас очень глупые граждане в стране живут. Им кажется, что 15%. Им кажется, что цены растут. Но насколько им кажется, мы считаем. И вот это, на самом деле, понимаете, даже Чубайс при правильном использовании пригодится. Даже Набиулина показывает правильное время, грубо говоря, по пределам своей ответственности. И она для того, чтобы уязвить этих олухов из Минфина именно эконом-развития, она дает разумную статистику. Да, вот то, что она говорит про инфляцию по ощущениям, это действительно очень близко, с моей точки зрения, к реальности. При этом у нас бешено растут цены в производственном секте. У нас инфляционный навес эконом-развитый, он завалится. Неизбежно поэтому девальваться для того, чтобы как-то обрушение этого инфляционного навеса обосновываться. Но в реальности у нас, конечно, экономический спад. И я думаю, относительно до коронавирусного вируса, времени процентов 5-7-то есть. И это выдающееся достижение совершенно не иронизирует. Потому что при масштабах коронавируса, которые у нас есть и было, экономический спад 5-7 процентов, ребята, это то, за что нужно ордена давать, кроме шуток. Это кроме шуток, за это надо давать ордена. Просто врать при этом надо чуть поменьше. И кому? Кто помог нам удержаться от обрушения в бездну? Крупный бизнес, лидеры диаспор, которые, ну я не знаю, как это было сказано, но это было доведено до власти, что мужики в прошлом году, мы можем держать своих до 24 мая. До 23, до 24. Потом это ваши проблемы. Мы умываем руки. То есть достижение в том, что не было новых локдаунов? Да. И 12 мая в Москве заработали промышленные предприятия и заработали строки. Та ситуация, когда коммерческие интересы олигархата оказались выгодны всей стране. Потому что в определенной степени эта экономика и есть. В определенной степени. Да, можем сколько на них обижаться, негодовать, вора, грабить или все остальное. Да, наверное. Но при этом у нас нет другой влиятельной экономической силы. Экономика – это совокупность крупных олигархических группировок. А какие должны быть, по идее, у нас другие влиятельные экономические силы? Независимые профсоюзы? Независимые профсоюзы – объединение малого и среднего бизнеса. И объединение самой главной экономической силы, политической силы бизнеса – должны быть среднекрупные бизнесы, объединенные нами, региональному. Вот это то, чего у нас… У нас как бы беда не в том, что у нас слишком много миллиардеров, у нас слишком мало миллионеров. У нас пирамида не вот такая в бизнесе, а у нас пирамида, как песочные часы, как общество. Средний класс бизнеса – это миллионеры. Вот у нас их нет, к сожалению, практически нет. Или очень мало. И власть старается их слушать. Тот же самое объединение ресторанов, Сергей Миронов в Москве, он добился временной отмены НДС, например. Пожалуйста, мы пошли навстречу, отменили федеральный закон. Понимаете, для отрасли. Я не мог себе такое вообразить, но это сделано. То есть есть отдельные достижения, но они именно отдельные. Это кусочно разрывные действия, которые… Проблема одичалах не в том, что они глупые. Проблема одичалах в том, что у них нет системного мышления. Они не воспринимают экономику и общество как систему. А в результате работают по принципу «нос вытащили, хвост завяз». Даже когда они искренне пытаются что-то вытащить. Сейчас Кустурин собирается… Собянин говорит, у нас инфляция, потому что мало гастарбайтеров. Блин, гражданин, вы по улице когда последний раз ходили в Москве, что у вас мало гастарбайтеров? Ну, может быть, в России их уже много, а вот у Хуснулина пока что недостаточно. Собянин, это уже давно Москва-бат, это уже давно не Москва. Знаете, какой сейчас лозунг заходит лучше всего в Москве? Москва не Москва-бат. Москва не Москва-бат. Причем люди, которые там из Таджикистана получили паспорта российские, они говорят, блин, мы ехали не в Душанбе, мы ехали в Москву. Мы не хотим, чтобы здесь был такой же социальный аты, с которого мы бежали. Михаил Игнатьевич, ваши оценки по уровню безработицы в стране? Особенно интересно на фоне продолжающегося завоза мигрантов. Ну, официально 4, по-моему, процента. В реальности, я думаю, процентов 10. Потому что, понимаете, безработицы – это же люди, которые активно ищут работу. У нас очень многие перестали искать работу. Это что означает? Они отчаялись, они спиваются? Они отчаялись, они не обязательно спиваются. Они живут за счет пенсии родителей. Это очень распространенное явление сейчас. Ну, собственно, и давно было. Какой-то огородик, какое-то натуральное хозяйство, какая-то мелкие перебиваются – купи-продай, что-то сделай, мелкие порученцы. Вот такого рода будет. И какие перспективы, когда мы увидим появление рабочих мест, откуда они могут взяться? Ниоткуда. Простите, когда экономику управляют представители глобальных финансовых спекулянтов в интересах глобальных финансовых спекуляций. Каждый рубль идет либо в создание рабочих мест в реальном секторе, либо в финансовой спекуляции. Когда вы платите кому-то зарплату, вы совершаете преступление против экономического руководства России, потому что вы платите людям деньги, на которые они живут, а эти деньги могли бы крутиться на бирже. Вы вор, понимаете? Вы вор, уголовный преступник в понимании тех, кто нами управляет. Вот и все. Жестко. На этом фоне у нас огромные просрочки по кредитам. А банки отчитываются о рекордной прибыли. Сбербанк уже за полгода заработал почти 600 миллиардов. Другие тоже не отстают, показывают хороший уровень доходов прибылей. Михаил Григорьевич, вот что нам грозит в плане вот этой всей кредитной петли, в которую нас загоняли последние сколько? 10 лет? Кредитная петля затягивается. Кредитная петля затягивается. Вот, наше какое-то время люди еще потрепухают. Вот безработица физических лиц, это вообще кому подходит? Что это такое? Можете краткий ликбез дать? Предприятие закрылось. Человек ушел на самоизоляцию в месяц предприятия, а потом предприятие не открылось. И человек начинает тыр-пыр, чтобы завербоваться на вахту, у него нет сил и умений, а вот так он никому не нужен. У него есть какие-то маленькие сбережения, он потихонечку проледает, потом он продает машину, потом он продает квартиру, а потом его жизнь заканчивается. Просто этот цикл еще не пройдет. А потом его жизнь заканчивается. Ну, иногда это ускоряется одичалами, которые начинают сносить его дом, потому что здесь нужно построить жилищный комплекс. Но это уже экстремальный случай. А в общем и целом, просто люди переходят на недоедание. Сначала они перестают покупать одежду. У нас сейчас бум покупок одежды. Знаете почему? Люди год не покупали одежду. Год сидели дома и не покупали одежду. Сейчас у нас бум покупок одежды. Это самое быстрорастующее направление на рынке. Потому что люди начали покупать опять. И они получили благодаря интернет-торговле доступ к дешевым одеждениям, которые в магазинах продаются, а которые по интернету продаются. И пока это еще не обложили. Пошлины, которыми это обложили, пока терпим. Но в общем и целом, у нас пока здесь ситуация лучше, чем можно было бы думать. Потому что неплатежи, даже если учитывать скрытую часть неплатежей, у нас считается неплатежами то, почему 90 дней не было ни одного платежа. То есть если я вместо, так сказать, ежемесячного платежа в 50 тысяч рублей один раз заплатил один рубль, это не считается просрочкой. Но реальная просрочка сильно выше. Я думаю, раза в три она выше процентного выражения. Но все равно это не так много, как могло бы быть. Потому что люди выкручиваются. И естественно, когда кого-то грабят. Тот, кого грабят беднее, тот, кто грабит богатее. По ряду вопросов вы употребили выражение «лучше, чем можно было бы подумать» или «лучше, чем могло бы быть». Вот это лучшее. Временная стабильность, что у людей появились деньги хотя бы на самую дешевую одежду. Это связано с тем, что у нас экономика достигла дна, мы стабилизировались на определенном уровне. И дальше будет развитие? Или власть просто удерживает определенные процессы до выборов? Что нам ждать в перспективе полугода? Даже если в мире не будет резкого обвала фондовых рынков. Мы стабилизировались на определенном уровне. Мы действительно выползли из локдауна. Мы действительно восстановили очень много. Это правда. А и дорогая нефть сыграла свою роль. И возобновление строительства сыграло свою роль. Много чего реально сделано. Что-то сделано из наживы, что-то сделано государством. Но впереди у нас после выборов моральная власть, обязательство власти перед обществом закончится. И если не брать медицинскую сферу и опыты над детьми, а если брать экономическую сферу, возникает задача, вечная задача высосать деньги из страны в бюджет, ничего при этом не делать. Для этого нужна девальвация. Нужно подстегнуть экономику, ничего для страны не делая, запустить импортозамещение. Для этого нужна девальвация. Вот вам девальвация, вот вам ускорение роста цен, вот вам оправдание роста цен, частично их легализация, вот вам размывание того инфляционного навеса, который у нас в промышленности навис над потребительским сектором. При этом понятно, что компенсировать будут в минимальной степени. Механизм компенсации уже объявлен. Механизм периодически будут давать от 5 до 10 тысяч рублей. А, то есть вот эта вот система, она будет и дальше существовать? Да, да, да. Она очень экономна. Очень интересно, что «Справедливая Россия» выдала две идеи. «Справедливая Россия» выдала идеи гарантированного прожиточного минимума, причем ученые посчитали, что если не делать бесплатных лекарств, то это 31 тысяча рублей в месяц. А вторая идея, которую вы выделили, это «Справедливый базовый доход» 10 тысяч рублей в месяц всем малоимущим. И понятно, что гарантировать всем прожиточный минимум – это управленчески сложная задача. Поэтому сначала хотим сделать «Справедливый базовый доход» всем неимущим по 10 тысяч, а потом и этот год использовать для отработки механизма и для его разработки. Очень интересная реакция власти. Прожиточный минимум – никогда ничего, ни при каких обстоятельствах. «Справедливый базовый доход» – ну, блин, надо подумать, что-то в этой идее есть. Подождите, а почему? Что это означает? Что они имеют в виду, когда вот это да, а это ни в коем случае нет? Власть не готова гарантировать людям право на жизнь. Но власть понимает, что те подачки, которые она делала в прошлый год, будут недостаточными, и придется увеличивать их масштабы, и, может быть, даже делать их регулярно. Поэтому 10 тысяч рублей – да, а гарантия 31 тысяч рублей нет. Но опять-таки это пока на уровне ощущений. А тем временем деньги бешеным темпом утекают в банки. И в банки, и из страны утекают. Это задача российской либеральной власти – выводить деньги из страны, поддерживать российскими деньгами мировую финансовую систему, чтобы она прожила подольше. Вот смотрите, опять же сейчас… Детские фашисты выкачивали кровь из военнопленных и детей, чтобы переливать свои. Нынешние либералы, которые очень близки к фашистам по своей политике в отношении России, нынешние либералы точно так же, потому что деньги, кровь экономики, они выкачивают из экономики денежную кровь для того, чтобы переливать ее своим хозяевам на Запад. Сейчас одна из самых обсуждаемых новостей – это то, что российские миллиардеры показали рекордные прибыли за первое полугодие. Естественно, послушайте, все очень просто. Во-первых, подорожало сырье, они эти деньги получили. Внутри страны у вас есть, грубо говоря, определенный объем благ, который не увеличивается. Он не увеличивается. В условиях произвола монополий. Что такое произвол монополий? Это мы деньги перекачиваем от потребителей к монополистам при помощи завышения цен. Ну и все. У потребителей денег становится меньше, у монополистов больше, и некоторые из них так глупы, что фиксируют это через Форбс. Михаил Геннадьевич, смотрите, я тут провел такой элементарный подсчет. Перевел сумму, заработанную нашими ведущими олигархами, в рубли. Это получилось почти 3 триллиона рублей. Если разделить это на 7 месяцев, за которые эти деньги были заработаны, и разделить на число пенсионеров, это получается 9,5 тысяч рублей можно было бы выплатить каждому пенсионеру, если бы эти предприятия находились в собственности государства. Активы олигархов – это биржевая стоимость, это не живые деньги. Это не те деньги, которые лежат в кармане, это те, кто стоят акции. Вот если бы акции кому-то продать, тогда да, тогда 9,5 тысяч рублей на пенсионера. Но если вы все эти акции будете продавать, то вы заварите фондовый рынок, потому что там нет такого количества покупателей. Так что, к сожалению, это выглядит красиво, это показывает масштаб одичания нашего государства, нашего общества, это показывает масштаб несправедливости, но это не тот механизм, который может... Вот возникает вопрос, если это просто масштаб, возникает вопрос. Если мы убираем из управления вот этого прекрасного капиталиста, этого частного собственника, который должен поднимать российскую экономику, как нам рассказывали с конца 80-х годов, если бы эти предприятия были государственными, доход их, стоимость там и так далее, он был бы ниже или такой же, или даже выше? То есть вот эти олигархи, они реально улучшают предприятия, делают их более прибыльными, или они не нужны? Рыночная стоимость была бы сильно ниже, потому что рынок не доверяет государству. И до сих пор не доверяет, несмотря на отдельные примеры типа Сбербанка и Роснефти. А вот доход был бы отчетливо выше. Потому что, как показал пример Роснефти, и как показывает пример Сбербанка, кстати говоря, и как показывает пример информационного агентства МИА России сегодня, только предприятие государственной формы собственности в условиях глобальной нестабильности способно инвестировать в стратегическую перспективу. Но вам могут возразить, что Роснефть и Сбер показывают такие хорошие показатели именно потому, что они государственные, а значит государство им подыгрывает. Нет, дело не в том, что им подыгрывает государство. В нашей системе государство Лукоилу подыгрывает, и всем-все-всем еще не обанкроченным банком тоже. Дело в другом. Государство говорит, ребята, мне не нужна сиюминутная прибыль. А частный акционер говорит, мне нужна прибыль сегодня. Поэтому предприятие частное не может вкладываться в перспективу. Поэтому мы имеем бардак в мире на рынке черных металлов. Там в геологоразведку не вкладывались очень долго. Поэтому мы имеем бардак на рынке нефти, когда в мире единственное серьезное месторождение, которое сейчас осваивается, это Восток Уилроснефть. В невыносимых условиях, но осваивается. Почему? А потому что это государственная компания. А частная компания, наоборот, или уходит из страны, или ограничивает свои масштабы. Шеврон вообще брал кредиты на выплату дивидендов. Такую самоедскую экономику в Советском Союзе невозможно себе представить этого степени самоедства. Так что доходы были бы сильно выше. Соответственно, налоги были бы сильно выше. И, соответственно, те деньги, которые перераспределялись бы от этих государственных предприятий в пользу общества, тоже были бы сильно выше. Ну и, конечно, там бы не было такого бардака с техникой безопасности. Ой, вы знаете, бардак мог быть в государстве, бардака достаточно. Вы знаете, вот это вот хранилище на Камчатке, с которого началась эта история, когда погибли обитатели глубин, обитатели моря, потом сказали, что зацвела водоросль. Ребят, водоросль-то зацвела, я согласен, я не возражаю. Только началось все с того, что нашли бесхозное хранилище яда химикатов. Коллеги, оно государственное. Оно бесхозное, оно государственное. Государстве тоже бардак может быть любой. Это мы проходили при поздней советской власти. Хорошо. Если в государстве вдруг каким-то чудом начнется левый поворот, каким образом должны национализироваться такие сверхкрупные объекты, как Норникель, Русал, НЛМК? Вы вроде в Минфине пока не работаете. Откуда измененное восприятие реальности? Михаил Ильич, это вопрос, который в левой аудитории один из самых популярных. Национализация олигархических предприятий. По английскому методу компенсационного налога. Ребята, разница между тем, что вы заплатили в 90-е годы с тем, сколько стоило тогда ваше предприятие, считается элементарно по открытой отчетности того времени. Дисконтирование, то есть увеличенное на проценты с того времени, среднерыночное. Можете платить деньгами, но тогда ваши предприятия сдохнут, поэтому мы вам этого не позволим, поэтому будете платить натурой долями акций. Дальше все очень просто. Если олигарх развивал свой бизнес, качественно повысил стоимость акций, ну, это разница для него, ну, государство получит блокирующий пакет максимум. А если олигарх свой бизнес, так сказать, держал в черном теле, ребята, все переходит в государство, вы можете быть генеральным директором, нет проблем. При этом это касается так называемых добросовестных выгодоприобретателей. Ну, купил Евтушенков башнефть у конченных преступников, но он же понимал, у кого он его покупал. Я отдал башнефть государству. Прецедент создал, у нас, конечно, право не прецедента, но это нормально. Если я в подворотне покупаю какой-нибудь хороший телевизор у каких-то бандюганов, даже если я его покупаю за рыночные деньги, я же понимаю, у кого я их покупаю. Даже если я покупаю не в два раза дешевле рынка, а по рынку. Да, я понимаю, что я рискую, потому что это, наверное, украдено. То же самое, что это касается приватизации. Если я покупаю украдено, если я покупаю приватизировано, не бывает добросовестных приобретателей в этой ситуации. А с каким сопротивлением можно столкнуться со стороны олигархов? Как это вообще? Если вы позволите людям сопротивляться, они будут сопротивляться. А можно же просто, как Шарльда Гольф пригласила, сказала, ребята, вы знаете, на вас очень злые наши спецслужбы. Поэтому, пожалуйста, работайте на Францию, а то я не смогу вас защитить от наших спецслужб. Все, все все поняли. Но четыре человека не поняли, их и нет. Как Лукашенко проводил расприватизацию? 490 у него было предпринимателей, которые поучаствовали в мелкой и средней приватизации. Абсолютно незаконные, просто чтобы сделать их опорой либерального клана. И он сказал через посредников, четыре посредника было, одного я знаю лично. Он сказал, что, ребята, значит, вы оставляете у себя прибыль, то, что вы взяли, вы сдаете государству и получаете взамен точно такую же, но уже по законной процедуре. Там порядка 20 человек не захотело на это идти. До сих пор либералы от этих людей ему вспоминают. Но при этом Беларусь осталась стивилизованной страной. В отличие от России. Вот и все. Дорогие друзья, ваше мнение о национализации, о других вопросах, которые мы обсуждали, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал. Какой у вас сейчас канал еще жив, Михаил Геннадьевич? У меня еще жив Реал Делягин. Подписывайтесь на меня в Дзене, zen.yandex.ru, касая черта, Делягин через YA. Подписывайтесь на меня в Реал Делягин, подписывайтесь на меня в Телеграме, Делягин. Делягин с першим называется. Спасибо, друзья. Вместе мы сила. До новых встреч. Пока. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова